Библейский портал экзегет.ру представляет «Правитель народа считается мудрым по его словам». Вот он так очень осторожно говорит, что, оказывается, и власть можно оценивать, и к ней можно относиться с какими-то такими суждениями, хороша она или нет. А из чего мы это выводим? Нравится нам власть или не нравится? Из того, выгодна она нам? Приятен ли внешне этот человек? Десятая глава. «Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено». Не завоюет чужой, а научит свой. И благоустроенное правление, то есть работает все. Вот оно какое. «Каков правитель народа, таковы и служащие при нем. Каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Можно поспорить, но ведь действительно очень многое зависит от правителя, от тех стандартов, которые он устанавливает. Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город». Да. «В руке Господа власть над землей, и человека потребного он вовремя воздвигнет на ней». Он не сказал, что обязательно это будет правитель. Может быть, наоборот, когда к власти приходит человек непотребный, то он воздвигает кого-то другого. «В руке Господа благоуспешность человека, и на лице книжника он отпечатлеет славу свою». Может быть, книжник будет исправлением для негодного правления. Вот как все устроено? Не сказано, что любой правитель всегда хорош. У нас часто эти слова Павла «нет власти, а еще не от Бога» понимают в том смысле, что любой правитель прям Богом назначен. Нельзя против него и слово сказать. Нет, бывает царь мудрый, бывает царь ненаученный, царь неграмотный, царь несправедливый. И тогда, может быть, книжник придет на помощь. Кто-то другой восполнит недостаток. Господь всегда найдет человека, но не всегда он его приведет к власти. Вот что интересно. «Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом». А словами можно, да? Ну, вот патриархальное общество. Да, то есть не спеши гневаться и оскорблять не спеши. Не обижай и не обижайся. «Гордость ненавистная Господу и людям, и преступно против обоих». О, как! Не просто плохое качество, но ненавистная Господу и людям. «Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливости, обид и любостяжения». Ну да, смотрите, уже к этому моменту они прекрасно это знают, что была там великая египетская держава, потом ее завоевали персы, потом персов разбил Александр Македонский, установил свои государства. Сейчас Египтом правят. Это же все в Египте писалось. Переводилось, по крайней мере, писалось, может быть, в Палестине, но там то же самое примерно происходило. И правят теперь греки и македонцы. Почему от одного народа власть переходит к другому? И македонцы не будут последними, потом римляне придут, кто еще только не придет на эти земли? Из-за несправедливости и обид и любостяжения. То есть не потому, что враги такие плохие, а потому что люди сами живут недостойно. И Господь убирает вот эти недостойные режимы правления. Что гордится земля и пепел? И при жизни извергаются внутренности его. Это что? Какая-то, очевидно, такая острая фраза по поводу недостойного правителя. Он напрямую не говорит. Он говорит, правитель земля и пепел. То есть вот человек создан с праха земного. И правитель тоже. В византийском обряде коронации был даже такой момент, когда перед императором несли мешочек с пылью, с прахом и говорили ему, помни, ты прах. Да, ты император. Мы тебя коронуем. Но как человек ты всего лишь этот прах. И при жизни извергаются внутренности его. Наверное, описание какой-то болезни какого-то правителя, с которым кишки выпали, например. Что-то плохое случилось с ним. Продолжительную болезнь врач пренебрегает. И вот ныне царь, а завтра умирает. Видимо, когда врачи уже рукой махнули, и ныне царь, а завтра неизлечимый больной. Когда же человек умрет, то наследием его становятся присмыкающиеся звери и черви. Ну, едят его тело. Вот ты царь, но ты умрешь. Ты правишь огромной державой, а потом тебя будут черви кушать. Помни об этом. Начало гордости — удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его. Причем здесь это? Ну, а что как невласть способствует гордости? И можно быть человеком властным, но не гордым. А когда ты становишься гордым? Когда удаляешься от Господа и Творца? «Ибо начало греха — гордость, и обладаемая ею, израгает мерзость». Вот всякого ли греха — начало гордости? Мне кажется, нет. Есть много грехов с гордостью несвязанных. Но вот какого-то греховного образа жизни, когда человек говорит, да вот я-то, вот я-то, и понеслась. И за это Господь посылает на него страшные наказания и в конец не излагает его. А это же все еще про правителя. И он напоминает нам, если мы думаем, что это про всех, ну, про всех, но про правителей в особой степени. Господь не извергает престола властителей и посаждает кротких на место их. Вот бывает, что власть меняется, да. И не потому, что какие-то мятежники плохие, а потому что правители оказываются недостойными. Господь вырывает с корнем народа и насаждает вместо них смиренных. И целые государства меняются. Господь опустошает страны народов и разрушает их до основания земли. Он иссушает их и погубляет людей и истребляет от земли память их. Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся от жен. Гордость и ярость. То, что в высшей степени свойственно правящим. Ну, все в это впадают, но у правящих, скажем так, большие возможности реализоваться в этом плане. И вот это восстание против Бога, которое приводит к падению всего их царства, всего их правления. Ну да, а кто же на самом деле цари, 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 они вот почтенные люди. А кто на самом деле достойный почета? Семя почтенное какое? Семя человеческое. Ну, семя, в смысле род. Вообще человек — это почетное звание. Просто человек, не обязательно царь. Семя почтенное какое? Боящиеся Господа. Опять. Опять боящиеся Господа. Кто это? Вот те, кто живут правильно, и куча правильных советов. Но что-то большее, чем просто следовать хорошим советам. Семя бесчестное какое? Семя человеческое. Опять. И бесчестный человек тоже, оказывается, звучит. Семя бесчестное какое? Приступающие заповеди. То есть почтенные и бесчестные. И не цари, и рабы. Не полководцы, я не знаю, там, золотари, которые навозные ямы разгребают. А те, кто исполняют, и те, кто нарушают. Те, кто боятся Господа, и те, кто плевать на Него хотели. Вот кто в почете и кто в презрении. Вне зависимости от социального положения. Старшие между братьями в почтении у них, так и боящиеся Господа в очах его. Вот кто старший для Бога. Богат ли кто и славен, и любезен, похвала их в страх Господень. Вот как оно. Несправедливо бесчестить разумного бедного и не должно прославлять мужа грешного, даже если он великий и славный. «Почтенный вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа». Да, социальную структуру мы не испровергаем, говорит наш автор. Мы все уважаем наше начальство, и богатых людей мы тоже уважаем. Но боящийся Господа больше. Любой. «Рабу мудрому будут служить свободный и разумный человек, будучи наставляемыми, не будет роптать. Слушай больше мудрого раба, чем глупого царя». Он так напрямую не говорит все-таки, но революционера не надо ему из себя разыгрывать, тем более, что там свои цари, Птолемии, и в общем, не надо с ними ссориться и выходить на баррикады. Но расставить правильно приоритеты надо. В то же время не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды. Так вот, поумничали и хватит, да? Не хвались во время нужды. Странно. Не будь человеком, который, знаете, носит маску благополучия, когда все не очень хорошо, да? «Лучше тот, кто трудится, имеет во всем достаток, нежели кто праздноходит и хвалится, но нуждается в хлебе». Почти как в книге притчи там был стих. Такой вот примерно по смыслу. То есть лучше жить скромно и по достатку, чем изображать из себя что-то. «Сын мой, кротостью прославляй душу твою, воздавай честь по достоинству». К кротостью прославляй душу, не заносчивостью, не стремлением себя поставить на первое место. Кто будет оправдывать согрешающего против души своей? Кто будет хвалить позорящего жизнь свою? Да, против другого человека еще можно оправдать. Он, допустим, у меня украл, я у него тоже украду, чтобы компенсировать. Еще как-то. Но против своей души человек, который себя превозносит, который себя пред Богом выпячивает, он против себя грешит. И этому невозможно подыскать оправдание. Кто себя позорит? Бедного почитают за познание его богатого, за его богатство. Что лучше? Уважаемый же в бедности, насколько больше будет уважаемого богатства? А бесславное богатство, насколько будет бесславнее в бедности? То есть, да, социальная структура важна. Богатство, бедность, знатность или, наоборот, ее отсутствие – это вещи, которые определяют отношение к человеку. Но даже по человеческим меркам мудрец почетнее, чем богач. Если он еще и богачом при этом станет, вообще будет здорово. Вот такой наш местами резонер, местами очень глубокий и поэтичный богослов Иисус Сансирахов. Да, ну а как разобраться-то? Кто там на самом деле разумен, кто не разумен? Об этом в 11 главе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!